Расскажите нам поскорее, что происходит там в Курской области. Я думаю, что весь мир сейчас за это дыхание, за этим следит. Нет, у нас есть очень хорошие учителя, эти учителя являются ребятами из ААЛ. И поэтому вы сами прекрасно понимаете, что если нет никаких официальных сообщений, то говорить о том, что происходит в Курской области, очень-очень сложно. Конечно, мы знаем, что там происходит, конечно, мы читаем боевые сводки, конечно, мы знаем поименно все подразделения российской армии, которые направляются для того, чтобы закрыть этот прорыв, попытаться остановить наше движение. Но, в общем-то, говорить о том, что там происходит в деталях, с вашим позволением, мы не будем. Очень чтим наших учителей. Какая площадь сейчас контролируется, или можно сказать, серая зона такая, потому что говорили сначала 350 квадратных километров, сейчас же я видел 500 квадратных километров, 600 квадратных километров. Вы знаете, здесь вот как раз с цифрами все очень сложно. Почему? Потому что все вот эти цифры, они звучат из уст как раз не украинских источников. И здесь уже отличился и Лукашенко, здесь уже отличаются милблогеры разных, как говорится, окрасов и мнений. Поэтому, опять же, говорить о том, какое количество территории контролируется украинскими силами обороны, тоже достаточно бесполезная задача. Но на вашей карте показано, в общем, что происходит. Мы имеем дело, это то, что можно говорить уже, мы имеем дело с проведением маневренной операции отдельных подразделений частей сил обороны Украины в Брянской области. Специфика маневренности действий заключается в том, что передовые группы обходят очаги сопротивления, продвигаются дальше до каких-то объектов, там останавливаются, дают возможность подтянуться основным силам, которые, проходя по второстепенным дорогам, наносят удары по этим очагам сопротивления, их ликвидируют и таким образом расширяют зону контроля. Но речь не идет о том, что мы хотим туда прийти и постоянно находиться на этой территории, потому что, знаете, есть такое понятие оперативное наполнение территории. Если мы говорим даже о зоне в 600 квадратных километров, ну так, чтобы было понятно, район размещения одного батальона по нашим нормативам 10 квадратных километров. У нас нет там 60 батальонов, поверьте мне на слово. Но ситуация состоит в том, что украинские войска, опять же, в своей ментально-традиционной манере махновских кинжальных атак, проводит активные боевые действия и кусает этого непроворотливого слона, который именуется российскими силовыми структурами, в разных местах, нанося ему удары и осуществляя определенное продвижение, нарушает коммуникации, громят подразделения и продолжает свое движение. Как долго это движение будет продолжаться, сказать очень трудно, и будет ли оно вообще продолжаться. Если в этом смысл, опять же, сказать очень сложно, потому что, повторюсь еще раз, нет ни одного официального заявления украинской стороны, что там происходит. Да, Сергей, но вот эта карта, которую мы показывали, она уже не меняется, по-моему, уже трое суток. То есть она вот сформировалась в течение буквально так первых-первых, там, двух-трех дней этой операции, и все, и она стабилизировалась. О чем это нам говорит? Это означает, что движение прекратилось или что-то другое? Ну, вы знаете, может и прекратилось, может и не прекратилось. Опять же, я специально вынужденно раскрыл вам специфику действий отдельной маневренной группы, как она описывается в классике боевых действий, и как, скорее всего, она осуществляется прямо сейчас. То есть я специально подчеркнул, что вся информация, которая публикуется, она исходит, в общем-то, из российских источников, достаточно противоречивых. Поэтому нет ничего удивительного, что по прошествии 72 часов, ну, даже самые отмороженные милблогеры поняли, что дальше уже рассказывать о том, что где происходит, очень сложно. Есть информация, которую, опять же, я не имею права озвучивать, о том, что украинские войска, в общем-то, закончили определенные движения по блокировке суджи. Есть информация о продвижении в сторону Льгова. Сейчас уже даже скажу вам, у меня как раз эта самая карта здесь. На Рыльском направлении выходят на уровень с Нагость, Коренева, берут под контроль Коренева суджа дорогу и двигаются в сторону Рыльска, где-то уже на расстоянии 25 километров. Есть движение на Льговском направлении, в общем-то, продвигается на Курском направлении непосредственно и так далее и тому подобное. В общем-то, вы знаете, но, опять же, речь идет не о том, какое количество территорий Украина будет брать, потому что эту территорию объективно нужно контролировать. И мы всегда говорили, одно дело прорваться, другое дело закрепиться и удерживать эту территорию. Но Украине, в общем-то, на сегодняшний момент не нужно удерживать эту территорию. Я бы сказал так, задача, которая была заложена в основу этой операции, выполнена и выполнена блестяще. Российские войска показали свою просто монументальную неспособность противостоять таким ударам. Российская военно-политическая система оказалась абсолютно бессильна против каких-либо действий, а уж те глобальные стратегические изменения, свидетелями которого мы с вами являемся, которые действительно являются глобальными и всемирными, они, в общем-то, уже позволяют нам говорить, что украинские войска с честью могут возвращаться на свою территорию. Если я правильно вас понял, вы хотите сказать, что задача была политическая, показать неспособность защищать территорию России? Ни в коем случае. Одна из целей была протестировать, и когда меня спрашивают, насколько рискованная эта операция была, я подчеркиваю, да, она была очень рискованная, и она остается очень рискованной операцией, но как бы замерить температуру по палате, рискуя нашими ударными подразделениями, ну это было бы слишком. Украинские войска нанесли очень серьезное поражение противнику, разрушили коммуникации, я об этом специально говорил, они продвинулись достаточно глубоко, ослабив противника на достаточно большое количество сил и средств, и определили как бы направление дальнейшего движения, куда можно двигаться. Знаете, в этой связи я могу вспомнить, что недалеко от украино-российской границы в Харьковской области находится очень важный ядерный объект, Брянск-18. То есть мы показали, что мы можем добраться до этого объекта. В перспективе, оперативной перспективе, мы можем говорить о том, что противник будет собирать с миру пососинки подразделения и части для того, чтобы остановить, купировать, как они говорят, дальнейшее продвижение украинских сил и средств, но они будут собирать эти подразделения и части. Кстати, тот список, который у нас есть, это в общем-то такая сборная солянка, которая говорит опять же о том, что стратегического плана обороны в такой ситуации не было от слова совсем. То есть за счет тех войск, которые можно откуда-то перебросить. То есть в перспективе не сейчас, но мы можем говорить о том, что это может повлиять на интенсивность боевых действий на Харьковском направлении. Оно пока никоим образом не влияет на интенсивность боевых действий на Донецком направлении. Но такие тестовые погружения украинских сил обороны в исконно русскую территорию, они есть и будут продолжаться. Мы показали, что мы можем это делать. Мы видели вот эту сгоревшую колонну, где было сколько, 14 грузовиков. Туда что-то прилетело предположительно. Это был Хаймарс, хотя может быть и нет. Но вот я читал то, что украинские блогеры предполагают, что в этих грузовиках это были Уралы, Камазы, везли пехоту и ехали они колонны. Эту колонну подорвали. 14 грузовиков сгоревших и посчитали, что такой грузовик перевозит где-то 35 человек. То есть, таким образом, там могло находиться около 500 российских солдат. И потери там могли быть чудовищные. Ну, то есть, скажем, 100 человек минимум. Что вы знаете про этот инцидент? По нашим данным, это случилось по неправильному произношению в районе населенного пункта Октябрьский. Его правильное звучание, конечно, «жовтневе». Вы сами понимаете. И там по противнику был нанесен действительно удар хаймарсов, в результате которого целый батальон пехоты, который двигался в сторону зоны боевых действий, был уничтожен. По нашим данным, это около 490 убитых и раненых. Оно, опять же, данная атака показала просто феноменальную неспособность россиян распространять информацию и на таких отдельных направлениях учиться на своих собственных ошибках. То есть, я далек от мысли, что нечто подобное может случиться сейчас где-то на Донецком или Луганском или Южном направлении. Но это случается с россиянами постоянно, когда они теряют связь с реальными событиями. То есть, колонна двигалась как на параде, достаточно плотным строем, что вызвало откровенное удивление у наших ребят. Но они не применули возможности нанести удар по этой колонне и уничтожили. Имеет ли смысл развивать это наступление и, например, брать Курчатов? Ни в коем случае. Господь с вами. Ну, во-первых, я специально остановился на том вопросе, что есть такое понятие, как наполнение территории. И удерживать территорию, если мы говорим действительно об удержании, как о оперативном районе развертывания, достаточно сложно. Потому что, если мы говорим о 600 квадратных километров, то, исходя из тех цифр, которые я озвучил, в среднем, там, они колеблются от 8 до 12. Ну, давайте говорить о 10 квадратных километрах на батальон 60 батальонов. 60 батальонов – это достаточно большая группировка. Мы себе просто банально не можем позволить такое количество войск сегодня. Следующий вопрос, почему мой ответ такой категоричный и однозначный. Есть неписанное правило этой войны, которое еще сохраняется. Любая угроза ядерному объекту рассматривается как международная угроза. Обратите внимание, несмотря на то, что нас молотят каждый день ракетами и дронами, сегодняшней ночью мы сбили 53 или 54 дрона, ночь была без сна, поверьте мне, никогда российская армия не наносила удары по ядерным объектам Украины. Несмотря на то, что у нас уничтожена... Но, тем не менее, Запорожскую АЭС они захватили. И вот когда началось наступление, то говорили про Курчатов, что типа вот Украина может занять эту Курскую АЭС и потом обменять ее на Запорожскую. Глупости. Вы знаете, меня просто веселит вопрос о том, что все говорят о каком-то обмене. Давайте откроем Конституцию Российской Федерации и прочитаем в ней, что территория Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области, это уже территория Российской Федерации. У кого чего менять? Как ее можно поменять? Если мы контролируем, то контролируем. Если не контролируем, то не контролируем. Но, подчеркну еще раз, Запорожская атомная станция была захвачена молниеносным броском без фактических проведения каких-то боевых действий. Но это не значит, что на сегодняшний день кто-то позволит Украине подходить к Курчатову и брать под контроль ядерный объект, как бы нам этого не хотелось. Я подчеркиваю еще раз, даже россияне не позволяют себе таких вольностей и избегают нанесения ударов по ядерным объектам на территорию Украины. А что касается вот этой газоизмерительной станции в Судже, это объект, который Украине нужен, как карта для чего-нибудь, для давления на Россию? Ведь я понимаю, что Россия не будет бомбить Суджу авиабомбами, потому что она не захочет разнести собственную вот эту станцию. Кто это сказал-то? Вы зря, я просто, россияне должны поставить вам памятник за ваше миролюбие. 40% КАБов, которые использовались в течение последней недели, были использованы именно в Курской области. Россияне с завидным упорством стирают с лица земли свои населенные пункты. Ну, то есть, газоизмерительную станцию они, скорее всего, трогать не будут, она им нужна, а все остальное вокруг вполне себе могут... Вы знаете, тоже очень спорный вопрос, потому что давайте не забывать, что к концу этого года действие контракта по прокачке газа через территорию Украины заканчивается, и Украина не будет его продолжать. Нужна ли им эта газоизмерительная станция? Вопрос. Скажу больше. Получая сводки о потенциальных целях противника, по которым он может нанести удары, в отдельных документах мы читаем, что как минимум треть потенциальных целей и включает в себя объекты газотранспортной и газораспределяющей структуры Украины в западных областях Украины. Мало того, давайте вспомним удары по стрию. Я могу... Этой весной эти удары наносились именно по газовому хранилищу, который занимается, собственно, транзитом газа в Европу. Поэтому я был бы очень осторожен, категорично заявляя, что они не будут бомбить свою газоизмерительную станцию. Тем более, у них не одна такая станция. И, в общем-то, для них в этой ситуации ничего страшного не будет, если они ее уничтожат. Ну вот, украинцы захватили эту станцию, и они же не прекращают подачи газа в Европу. Там это в Венгрию идет, в Словакию еще куда-то идет этот газ. А если россияне эту станцию сами разбомбят, то получается, что это они подвели своих, значит, европейских партнеров. Орбана, Фица и кого-то там еще. И австрийцев. И австрийцев, да. То есть, фактически, европейцы должны предъявлять за это претензии не Украине, а России. Ну, это уже на рассмотрении России. Вы видите, Украина не взорвала эту станцию, хотя руки чесались, поверьте мне. Но, в общем-то, мы выполняем свои договорные обязательства. Транзит идет, и он будет продолжаться. И здесь, как бы, вопрос не только в России, потому что по этой трубе идет еще и туркменский газ, и другие, как говорится, объемы газа. Поэтому Украина этот объект трогать не будет. Нам это не нужно. Мы вообще, как бы, не сторонники тотального уничтожения. Кто его знает, может, в будущем эта газоизмерительная станция станет частью украинской газотранспортной инфраструктуры, и уже украинский газ из Сибири будет идти потребителям в Европе. Зачем нам уничтожать то, что мы имеем и так? Сергей, вот сегодня ночью была паника у задблогеров. Они все писали, что, значит, новые какие-то, новые дивизии ВСУ вошли в Беловский район. Это район, который находится вот юго-восточнее, чем Сунжинский район. То есть, как бы, рядом соседи, да? И вот они писали, что туда прорывается новая какая-то дивизия ВСУ. Все были в панике, а потом стали это опровергать и удалять эти посты. А такое вообще могло быть? И может ли быть такое? То есть, может быть? Да, безусловно. Единственное, что я могу сказать, что у нас такого понятия, как дивизия, нет априори. То есть, Украина имеет немножко другую. У нас батальонно-бригадная структура, как структура, более отвечающая возможностям Украины. А полково-дивизионная структура, присущая российской армии. А могут ли быть какие-то отвлекающие демонстрационные действия или даже действия по проходу на территорию противника для того, чтобы рассредоточить внимание? Да, безусловно. И давайте дождемся уже более детальной информации, потому что я не исключаю вероятности того, что и в районе Белгородской области, и в районе Брянской области мы можем осуществить нечто подобное. Вы посмотрите, как дергается тот же Лукашенко. То он отводит войска, то он подводит, пребывая в состоянии близком к панике. Да, я так понимаю, что и в Кремле там, в общем-то, настроение довольно мрачное, и, судя по всему, они до сих пор еще не начали реагировать на то, что происходит, и говорят уже про то, что Герасимова скоро снимут. Но мы не видим пока, чтобы они туда перебрасывали какие-то значительные силы, потому что их надо оттягивать с фронта, из Украины, и там воюют какие-то Росгвардии и какие-то срочники. Ну, я бы не сказал. Уже с вашего разрешения, сейчас я просто у меня ушла эта сводка, россияне очень активно перебрасывают туда батальоны. То есть, то, что они себе могут позволить, которые имеют задачи как бы удержать ситуацию под контролем и не допустить дальнейшего прорыва украинских сил обороны. И эти батальоны... Откуда их перебрасывают? Они идут из России, они идут из других локаций. Ну, то есть, это резервы, которые могли бы они использовать на других направлениях? Совершенно верно, но я подчеркну еще одно, что на сегодняшний день речь идет о том, что эти резервы как бы очень хаотично собраны. Мы их называем как бы сборной солянкой. Когда я говорил, что отсутствует какой-то план по ликвидации этой угрозы, даже потенциальной, то есть, вот это свидетельство того, что такого плана нет, потому что отдергиваются батальоны буквально с различных участков. Не обязательно это как бы участки с линии фронта, хотя есть информация, что с Харьковского направления один батальон снят. Есть информация, что два батальона снимаются с Херсонского направления. Но это пока не касается именно самого горячего направления, где ведутся основные бои. Но Россия как бы уже принимает определенные меры, но пока такого, знаете, немедленно реактивного характера. То есть, и это как бы дает основание тем же милблогерам российским утверждать, что якобы полностью остановлено наступление Украины. Потому что, ну, если войска кидаются, а нет никакой мгновенной реакции, то зачем эти войска кидаются? Ну, сказать, что все остановилось и ситуация выкристаллизовалась, ну, я бы такого не говорил. Там мы находимся еще в зоне очень активных боевых действий. Ну, совершенно очевидно, что вот этих резервов недостаточно для того, чтобы, скажем, выдавить подразделения ВСУ на территорию Украины. То есть, это действительно только можно вот там, скажем, сдерживать дальнейшее развитие этого наступления, но не более того. Да, ну, то есть, а если, например, для того, чтобы действительно, скажем так, выдавить вот эти вот подразделения ВСУ, заставить их уйти, для этого нужны, наверное, какие-то более существенные силы, которых просто, насколько я понимаю, вообще нету сейчас распоряжений. Совершенно верно. Совершенно верно. И вы понимаете, даже если сейчас украинские войска закрепятся, нужно понимать, что, по некоторым данным, России понадобится как минимум год, чтобы выдавить, ну, если они будут действовать в том алгоритме, в котором они действуют сейчас, эти подразделения с этой территории. Поэтому вопрос очень спорный, но еще раз говорю, к сожалению, мы очень ограничены в возможности распространения информации, ну, связанные нормами оперативной безопасности. Мы видели несколько вертолетов российских, которые были сбиты и, предположительно, были сбиты FPV-дронами украинскими. Вот говорят, что это первые такие случаи в военной истории, когда дрон сбивает настоящий боевой вертолет. Вот как вы это прокомментируете? Совершенно верно. Но скажу так, что мы эту версию, эту возможность тестируем и, откровенно говоря, могу сказать, что на один вертолет может уходить до 10 дронов. Для того, чтобы его сбить, это достаточно новая для нас задача, но сейчас мы отрабатываем два таких направления. Это охота FPV-дронами за воздушными целями противника, такими как вертолеты, которые имеют ограниченную скорость перемещения или там делают маневры. И вторая задача для наших дронов, это уничтожение дронов разведчиков, уничтожение дронов разведчиков в российской армии. Но эта тактика нарабатывается, и мы еще далеки от совершенства. Но все в наших руках. А ваши новенькие F-16, они тоже там или это нельзя говорить? Нет, я могу категорично сказать, что они не там, им там особо и делать нечего, в общем-то, и задача такая не осуществляется. Ну, в этом нет необходимости, но, видя вашу усмешку, я могу сказать, что, например, те же немцы, они как бы абсолютно спокойно сказали, ну и что, что леопарды, что немецкие танки опять под Курском. Это, в общем-то, не немецкие танки, после того, как мы передали Украине, это украинские танки.